приветствую всех любителей растений на моем канале вид flora пришло время открывать розы очень долго мы в этом году ждали его сейчас уже начало апреля до последнего еще лежал снег вон там еще кое-где можно увидеть но вот пару дней пасмурная погода тепло дождик проходит и есть как говорится время и желание заняться раскрытием скажем так роз ну вот сразу перед вами посмотрите чудненько перезимовала ловила кота осенью я делала небольшой ролик по тому как сделать простейшие укрытия используя такие пруты как она идет стеклопластиковая и этот композитная арматура и вот такие вот подвесы для потолков потолочные потолочные профили ну и вот по прошествию этой зимовки сейчас мы посмотрим во первых какие ее были результаты там я вам показала ловила кота здесь что-то из чайников тоже вот зелененькая дальше мэйди очень даже неплохо перезимовала значит что мы видим дуги несколько ушли вниз но я хочу сказать что такой зимы и честно говоря я уже не помню лет 15 потому что снег как лег где-то в начале декабря так вот до последней скажем так недели до конца марта он практически у нас не сходил снеговой покров было более полуметра очень тяжелые и соответственно дуги вот эти вот конечно они несколько прогнулись я думала что вот только такие вот тонкие уйдут под землю но другие розы я укрывала при помощи своих старых таких металлических там проволока более толстый и при том там еще сверху чтобы не терлась пленка там или укрывной материал были одеты старые шланги все равно все провалилось как говорится в землю ушло чуть ли не с концами поэтому здесь надо брать немножко повыше по по длине и дуги и ну не знаю какие-то стопора придумать не знаю короче ну в принципе кое-где видно вот что отломилась жалко конечно но в целом посмотрите кустик зелененький красивенький вот еще следующий кустик вот там дальше то есть перезимовали они я бы сказала ну вообще на ура накрыты они были геотекстиль очень плотный вот здесь вот я еще его не убрала очень толстый руками его не прорвать чем он хорош за счет своей плотности он держит как бы форму и не прогибается это я его уже здесь для продува откидывала в сторону а так когда он натянут целиком то замечательно держит форму значит какие выводы я хотела бы сделать из вот и моего укрытия и зимовки какие ошибки я допустила ну во первых я сделала очень редко поставила эти дуги как и говорила тогда через полтора метра но учитывая что вот эти профили они трехметровый значит я по концам и по центру все-таки надо хотя бы через метр их ставить чтобы не прогибался потому что в целом профиль в общем-то выдержал но кое-где где-то я тут вот видела вот видите соскочил он и немножко нагнулся вторая моя ошибка была в том что я закрепляла профиль вот этими стяжками только по концам а вот центральная промежуточная не закреплялся ну и вот в результате за счет такого тяжелого снегового покрова он как бы съехал и начал деформироваться то есть возможно если бы я закрепила все плотненько и по центру было бы в общем-то все нормально увидите здесь он розы аж прямо с листьями перезимовали как будто вот только это вчера они ушли под зиму значит делаем шаг между дугами покороче и обязательно фиксируем все-таки каждой дуге вот этот вот профиль и тогда в общем-то он нам послужит много лет сейчас вот я его сложу один в один скотчем смотаю поставлю куда-нибудь уголочек то есть в этом плане очень удобно ну и то что я вам говорила прошлый раз вот эта композитная арматура чем интересно что она после того как ее вынуть земли она полностью как говорится расправляется вот ровный колышек у нас вот это сложно представить но скажем так несколько минут назад это была вот такая вот душка единственное что надо учитывать очень очень сильно пружинит поэтому ни в коем случае нельзя вынимать вот с одной стороны потому что может дать и по лицу и остаться без глаз без всего то есть взяли с двух сторон руками и аккуратненько равномерненько вытягиваем аккуратно чтобы никуда она не отскочила а в целом конечно вот этот композитная арматура это такая замечательная вещь потому что и гнется раз во вторых выпрямляется не гниет то есть не надо ничего это не не красить ее никакими сверху не шлангами там не какой-нибудь обмоткой ну и достаточно она гладкая то есть вот этот вот укровной материал она не будет разрушать ну и еще раз вот хочу вам сказать что все таки вот этот вот геотекстиль который выпускает наш могилевский комбинат мне очень понравился единственное что с моей точки зрения не но не то что недостаток они удобства то что они выпускают только но все в случае то что доступно было в метровой ширине поэтому вот здесь когда я укрывала один ряд росту и принципе мне этого хватало дуги были у меня полтора метра за счет там по 25 сантиметров они зашли в землю и сверху получается ну как бы метр по окружности те участки роз где у меня они будут сидеть в два ряда я планирую скрепить степлером просто два листа ну как это получится уже в следующем году посмотрим ну а вот здесь вот тоже хочу показать крупномеры свои я укрывала это гранд могл вот коник мой более двух метров здесь у нас розариум посмотрите какая зеленая сочная листва ну вот прямо этот как будто на на дворе не апрель месяц а еще где-то сентябрь октябрь и тут даже что-то цвело как видите никакую листву я не убирала я не мазохистка сейчас вот она все обвалится возьму сейчас этим жестким веником пройдусь метлой она обсыпется немножко подсохнет земли все уберу и потом когда буду обрабатывать от болезней пройдусь немного и по земле и все будет замечательно ну а вы пишите как у вас перезимовали розы может быть что-то подскажете что мне надо изменить а еще вот что забыла когда связывала розы еще раз вот покажу очень удобно пользоваться вот такими ну мебельные ли я не знаю какие-то транспортировочные связки их в любом на любом складе можно попросить подойти вам их отвесит за бесплатно абсолютно не цепляется за колючки не намокают не набухает не гниют не рвутся ну то есть вещь которая замечательная для связывания роз перед укрытием